Как тебе такой мем? Это Даг Де Муро, и сегодня мы обсудим автомобильные марки, которым конец. Это марки, которые сейчас продают свои новые машины здесь, в Северной Америке, и я думаю, в какой-то момент их не станет. Может завтра, может через пять лет, но этим маркам конец. Это шесть марок, возможно семь, седьмую мы обсудим отдельно, но шесть из перечисленных далее марок отправляются на покой, поехали. Спонсор сегодняшнего видео – Кассен Битц. Мой сайт с онлайн-аукционами для современных автолюбительских машин. На данный момент на Кассен Битц продано машин почти что на 500 миллионов долларов. Это всевозможные интересные тачки вроде этой, и этой, и этой, и этой. Так что, если вы подумываете купить или продать крутую автолюбительскую машину, сделайте это на Kассен Битц точка ком. Ладно, шесть марок, которым конец. Я расположил их в алфавитном порядке, потому что не знаю, кто из них покинет наш рынок раньше, а кто позже, но всем им конец. Сейчас я объясню, почему, пройдясь по каждой из этих марок. Но я пойду в алфавитном порядке и начнем с первой марки, которой скоро настанет конец. Альфа Ромео. Прежде чем я продолжу, хочу прояснить, что я не хочу сказать, что Альфа обанкротятся глобально и полностью прекратят свое существование. Хотя, но я хочу сказать, что Альфа прекратят свое существование здесь, в Северной Америке. Сейчас объясню, почему. Десять лет назад Альфа вернулись в США спустя 20 лет отсутствия. Значит, Альфа продавали машины в Штатах до 95-го и вернулись где-то в 2015-м с 4С, Джулией и внедорожником Стелвио. И, в общем, они вернулись. Они сделали это. Еще в очень ограниченных количествах они продавали спорткар 8С в конце нулевых, в остальном 20 лет Альфа Ромео в Штатах отсутствовали. И в Европе в этот промежуток времени у них все было нормально, они делали хорошие машины, ну, наподобие BMW 3 серии, но как бы более эмоциональные, в духе Альфа. В общем, они к нам вернулись и сделали они это торжественно. Они продавали внедорожник, спорткар, седан, прям соперничали с BMW. И первые пару лет после их возвращения, если вспомнить, были для них расцветом. Они шустренько догнали BMW, но затем BMW обновили 3 серию, потом еще раз обновили 3 серию, а Альфа продолжали кое-как продавать все ту же Джулию, которая перестала быть конкурентной, технологии, ощущения от вождения, качество салона не дотягивали. То же самое со Стелвио, он должен был соперничать с X5, X3, и какое-то время соперничал, а особенно Стелвио Квадрифолио, он был действительно впечатляющим. В то время этот внедорожник управлялся лучше всех, что я на тот момент водил, но затем опять же его соперники обновили свои модели, стали лучше, и он остался позади. Технологии ушли вперед, а Стелвио стал разве что выгодным предложением. Если такой встречался на улице, значит его взяли с очень хорошей скидкой, поскольку Альфа отчаянно пытались от них избавиться. Теперь они пытаются запустить новый кроссовер под названием Тонале. Это компактный люксовый кроссовер, и его продажи также еле идут. Он основан на Доджи Хорнет, который тоже никто не покупает, и который получил много плохих отзывов. И Альфы сделали свою версию Доджи Хорнет, и это уже вроде как... Зачем тратить на это свои деньги, когда можно взять Тойоту и Лексус? Плохое начало влечет за собой и плохую концовку. Это не особо конкурентная машина. 4С уже давно нет. Это спорткар, который делал из Альфа крутую и захватывающую марку, его уже нет. И в общем остался один их старый продукт, это Джулия, другой их старый продукт Стелвио. Тонале новенький, но его обсуждают уже годами, ну то есть впервые его показали на автошоу во времена презентации Кибертрака, и вроде бы Кибертрак даже опередил его с выходом, по крайней мере был близок. Для Альфа запуск этой машины был не самым успешным. И в общем, если подумать об их модельном ряде, ну то есть BMW сейчас предлагают 7 внедорожников от X1 до X7. А еще iX, электромобиль. Еще у них есть 3 серия, 4, 5, 2, 5, а у Альфа ничего нет. И они не то чтобы что-то планируют. Никто не ждет от Альфы ничего нового, поэтому мне кажется, что у этой марки будут проблемы. В Альфа Ромео инвестируют недостаточно денег. И если говорить о Стелантис, которые владеют этой маркой, а еще Фиатом, Крайслер, Доджем, Рэм, всеми этими марками, Альфа явно у них не на первом месте. По крайней мере, в Северной Америке. И я скажу, что если бы менеджмент Альфа Ромео работал лучше, и если бы в них вкладывали достаточно денег для разработки линейки на уровне BMW, то они могли бы оказаться успешными. Вначале они довольно неплохо соперничали с BMW, у них была репутация крутой итальянской марки, машины с красивым стайлингом. Это было что-то новенькое и веселое. Типа Hyundai, когда были новичками, были никому не нужны, а Альфа были совершенно другим новичком. Это было типа, вау, круто. И в общем, у них могло что-то получиться. Но я думаю, что в мире с Тилантис были сомнения насчет того, что Альфа и Ромео могли оказать негативное влияние на Мазерати, если бы Альфы зашли слишком далеко. Они волновались на этот счет, и поэтому ничего не получилось. Ни тогда, ни сейчас, и я не думаю, что получится в будущем. Ладно, следующая марка, которая отправляется на покой. Она опять же исчезнет не глобально, но здесь, в Соединенных Штатах, исчезнет. Бьюик. General Motors. У них есть три марки. Chevrolet. Cadillac. Chevrolet это обычная марка. Cadillac люксовая. И GMC, марка, которая работает не только с дилерами Chevrolet. Я не знаю, многие ли в курсе, но причина, по которой GMC стали тем, чем являются, заключается в том, что дилеры Бьюик и Понтиак начали жаловаться на то, что Chevy продают очень много пикапов. Они тоже хотели продавать пикапы. И у GM было соглашение с дилерами Chevy, согласно которому они не могли открывать больше дилерских центров Chevy в конкретном округе, но они могли запустить новую марку, ее назвали GMC, и ее поставляли остальным дилерам. Тогда дилеры Понтиак были довольны, потому что у них были пикапы GMC. Но с этого все началось. В общем, у них есть Chevy, GMC и Cadillac. Это основные марки. А Бьюика остался за бортом. Chevy вроде как нацелены на премиум сегмент, в котором играют и GMC, а Cadillac находится в премиум сегменте целиком. И вроде как, зачем в таком случае нужен Бьюик? Исторически нам говорили, как глупым потребителям, которые просто наблюдали за решениями глав корпораций, нам говорили, что Бьюик существует из-за того, что он популярен в Китае. И с моей точки зрения, ладно, пусть он будет у китайцев. В Китае у Бьюик совершенно иной модельный ряд, и, вероятно, там это относительно успешная марка. Но здесь, в Штатах, линейка Бьюик сократилась до пары кроссоверов, которые собираются в основном в Китае. И они не особо конкурентны. У них есть Envista, есть Envision, есть Encore, есть Enclave. Все их названия почему-то начинаются с N. И они плохо продаются. Все это машины для прокатных контор, и их продают с большими скидками. И за мою жизнь Бьюик много раз пытались превратиться во что-то особенное. Обычно они пытались превратиться в какую-то веселую марку, которую люди должны были рассматривать как дешевую альтернативу BMW. Но никто их так не рассматривал. Никому и в голову не могло прийти думать о них подобным образом. Поэтому дела у них всегда шли так себе, они не были успешны, и у меня нет никаких сомнений в том, что далее все будет так же. Я не вижу никаких причин для дальнейшего существования Бьюик. Почему бы просто не продавать их машины как Chevrolet? Или может как Cadillac более низкого уровня? У BMW вот есть и X1, и у Mercedes GLA. Почему бы Cadillac не выпустить Envista? Или что там? Ну то есть сделать из него Cadillac начального уровня. Какой смысл в наличии Бьюик как марки? Мне кажется, в этом нет смысла. Их продажи продолжают замедляться, прибыли от них минимально, новые Бьюики стоят в районе 25 тысяч, и за эти деньги их машины не продаются. Они никому не нужны. И эта марка совершенно не конкурентна. Они уже много лет пытаются это исправить, но у них ничего не получится. Так что им конец. Ладно, следующая марка, которой, как мне кажется, конец. С этим на данный момент даже трудно спорить. Это Chrysler. Мне кажется, что Stellantis, чтобы люди не говорили о них, они опять же владеют Fiat, Chrysler, Dodge, Ram, Alfa, основными марками Fiat, Chrysler. Мне кажется, они довольно в хорошем положении, верите вы или нет. Даже при том, что их продажи сильно идут вниз. У них есть Jeep, очень востребованная марка. У них есть Dodge Ram, очень востребованная машина. Автолюбители питают к ним интерес. И не только именно автогики, это узкий рынок, но в принципе люди, которые фанатеют от своих чарджеров, челленджеров. Эти марки находятся в хорошем положении. И при должном управлении они будут успешны. Но конкретно о Chrysler я так не думаю. Марка Chrysler все ужималась, и ужималась, и ужималась. И теперь единственная машина, которую продают Chrysler, это минивэн Pacifica. Если посмотреть на сайт Chrysler, то вы обнаружите там минивэны, гибридные минивэны, и трехсотый. И трехсотый сняли с производства, так что остались только минивэны и гибридные минивэны. И по сути это одна и та же машина, разве что у них разные двигатели. И Chrysler пытались внести в свой модельный ряд разнообразия. В какой-то момент у них был Voyager и Pacifica, и это два разных автомобиля. Но больше они не пытаются. У них осталось только Pacifica и плагин Pacifica. Это единственный автомобиль, который на данный момент продают Chrysler. Pacifica. И надо отметить, что это вполне конкурентный автомобиль, но я не вижу причины, почему бы Chrysler не налепить на Pacifica шильзик Dodge. Назвать его Grand Caravan, это название всегда было более популярным, но из более низкого сегмента рынка. Я так думаю, Chrysler существует до сих пор именно поэтому. Но можно было бы просто поменять название марки и закрыть Chrysler. Пока Chrysler существует как марка, нужно заниматься его рекламой отдельно и все такое. Если бы они консолидировались, сделали бы его Dodgem, маркой для всех, в шевроле, Pacifica продавали бы вместе с Рэмом, тогда, вероятно, получилось бы даже вытянуть Альфу. Это могло бы быть люксовой маркой, если сделать все правильно. Ей мог бы быть и Chrysler, но вместо этого у них куча марок, даже Рэм, это технически отдельная марка. Все это довольно запутано, но в марке Chrysler вроде как нет особого смысла. Они продают только одну машину, из которой с легкостью можно было бы сделать Dodge. Возможно, в виде Dodge он был бы не таким дорогим, возможно, они думают, что с названием Chrysler они заработают чуточку больше на каждой продаже, но не уверен, окупает ли это затраты на рекламу Chrysler, как отдельной марки. Ну, то есть, каждый дилер должен купить отдельную вывеску. Каждый дилер. Может, в этом его ценность? Но, как по мне, в марке Chrysler нет смысла, учитывая, что теперь они выпускают только одну машину, из которой с легкостью можно было бы сделать Dodge, немного реорганизовав эту империю продуктов Stellantis. И в ту же тему, само собой, речь сегодня пойдет не только про Stellantis, есть и другие марки, которым в Северной Америке, очевидно, придет конец, но далее у нас Fiat. Fiat, по сути, появились у нас в конце 12-го с маленькой компактной машиной Fiat 500, и первые несколько лет она была достаточно популярной. Это была очень популярная маленькая машинка, но маржинальная прибыль при их продаже также была мала. Они приносят не так много денег, их много продают, но денег они приносят немного, и дальше у них было не так много вариантов. Ну, то есть, это проблема многих марок, выпускающих маленькие, миленькие машинки. Volkswagen, Beetle. Ладно, выпустили вы, Beetle, а что дальше? У Volkswagen на это нет ответа, у Mini нет на это ответа, и у Fiat 500 то же самое. Так что, они не в самой хорошей форме. Существовал 500, и затем они выпустили кроссовер 500X, и что-то вроде минивена 500L. Ни один из них не продавался, в какой-то момент их отменили. Сейчас Fiat вернулись с электрической версии 500-го, но это не самая конкурентная машина, у нее очень нишевая аудитория, и мне будущее Fiat в Северной Америке кажется довольно туманным. У них все хорошо в Италии, где Fiat продают несколько разных маленьких машин, но в Северной Америке людям не нужны и компактные хэтчбэки. Не только 500-ые, но и другие компактные хэтчбэки. Они просто недостаточно конкурентны или востребованы. Название их марки не такое популярное, не вызывает волнения. У них нет никаких особых преимуществ, чтобы оставаться на нашем рынке, разве что только для продаж милого 500-го. Но он тоже уже начинает надоедать, люди его уже видели, все уже подумали о том, какой он милый и особенный, и теперь все скорее думают, ладно, что у вас есть еще. И у них особо-то ничего и нет, по крайней мере в Северной Америке. Следующая марка, которой, как мне кажется, конец, и об этом я говорю не впервые, это Инфинити, люксовая марка Ниссан. Они вообще не выпускают конкурентных автомобилей. И, честно говоря, не похоже, что они собираются их выпускать. Лучшая эпоха Инфинити, общепринято, это начало нулевых, у них был G35, исключительно хорош, очень успешный продукт. Это была машина года по версии Motor Trend, они были всюду, всем они нравились, и в то же время они выпускали кроссовер FX, созданный на той же платформе с тем же двигателем, то есть финансово это было выгодно, эта машина также стала популярна. В то время дела у Инфинити шли хорошо. Они выпускали высококачественные продукты, у них был полноразмерный внедорожник QX56, он тоже хорошо продавался, но дальше все было не на столь уж и хорошо. Спустя 10 лет Инфинити провели ребрендинг своих машин, теперь их названия начинались с буквы Q, притом они в какой-то степени лишились идентичности, присущей их ранним моделям, ну знаете, G и FX, не только Q и что-то там, у них очень запутанный модельный ряд и люди в нем не разбираются. Эти машины отстают технологически, и за цен продавать их получается только со значительными скидками. Суть люксовых марок вроде Lexus в добавочной стоимости, по сути. Ну, то есть Lexus берут модель Toyota, делают полностью новый дизайн, полностью новый салон, добавляют новые технологии, это стоит не так дорого, и таким образом они получают неплохую дополнительную прибыль. Но у Nissan и Infiniti все немного иначе. Я подозреваю, что Infiniti не особо прибыльные, они выпускают не особо конкурентные машины, и показатели их продаж так себе. И если только Nissan не решат вложить в Infiniti достаточно денег, чтобы превратить их в конкурентную люксовую марку, подозреваю, что их ждет провал. Но они могли бы это исправить. Мне кажется, что существует пространство для конкуренции с BMW, и для Acura, и для Lexus. Lincoln стараются с ними конкурировать и в какой-то степени успешно, но выглядит так, будто бы Nissan хотят получить преимущество люксовой марки, притом не инвестируя в эту люксовую марку. А это необходимо делать. BMW не стали теми, кем являются бездельничи в 70-е, 80-е, 90-е и нулевые. Теперь BMW очень успешная, чтобы там не говорили автолюбители о том, что они вымирают. Это очень успешная марка с очень хорошими продажами и прибылью, и Infiniti могли бы быть в том же положении, но они не хотят инвестировать в создание действительно конкурентных машин, цена которых будет соответствовать. Они просто плывут по течению год за годом, едва ли что-то делая. Но их машины не конкурентны и не востребованы. Далее, последняя марка в провале, которой я уверен на все 100, Mitsubishi. Mitsubishi продают свои машины в Северной Америке с 80-х. Изначально их привезли к нам Chrysler, 80-е, но под маркой Chrysler. Затем Mitsubishi решили, что хотят сами зайти на американский рынок, они это сделали, и они продают здесь свои машины с конца 80-х, и какое-то время все шло вполне себе неплохо. 90-е были для них своего рода расцветом, у них был крутой захватывающий 3000 GT, Montero и Montero Sport, все они довольно хорошо продавались. Голланд, среднеразмерный седан, у них все было нормально. А затем в начале нулевых все начало меняться. Некоторые их продукты отменили, они начали стареть, стали не так востребованы, они не прикладывали усилий, чтобы поддерживать их в должном виде для конкуренции с Toyota и Honda, и с тех пор их дела шли все хуже и хуже и хуже. В наше время предлагают в виде плагин-гибрида. И он не особо конкурентный. Он хорош, потому что существует не так много внедорожников-плагинов, а те, которые есть, вроде Toyota RAV4 Prime, довольно дорогие, и их не так просто достать. Их выпускают в ограниченных количествах, так что если вы на пути к RAV4 Prime, вам нужно что-то подобное, и вы понимаете, что не можете его найти, тогда вы берете Mitsubishi. Но это не самая выгодная позиция для Mitsubishi, как для автопроизводителя. Это машина вторичного выбора, это не лучший вариант. И Mitsubishi находится именно в этом положении. Они годами продавали Mirage, он почти не приносил денег, эта машина с очень низкой маржинальностью, она не особо востребованная, она была никому не нужна, многие над ней смеялись, и теперь марка Mitsubishi уже не та, что раньше. 15-20 лет назад они вызывали большой интерес, и мне трудно поверить, что они до сих пор так долго держатся, учитывая то, что их продукты не особо конкурентны. Не похоже, что они особо реагируют на смену вкусов американского рынка, потому что в Азии, в Австралии и на других рынках они хорошо продаются, но в США по какой-то причине они никуда не движутся. И несмотря на то, что их здесь особо ничего не держит, они не выпускают ничего выдающегося, и у них нет причин здесь оставаться, они остаются, и они до сих пор здесь. Я не знаю почему, но предполагаю, что продлиться это не так долго. Ладно, последняя марка, о которой я расскажу, я думаю, что ей конец, но я не уверен, это Mini. Появившись, Mini оживили Mini Cooper, это было в начале нулевых, это была крутейшая тачка в мире. В наше время молодежь этого не осознает, но автолюбители были одержимы Mini, потому что они выпустили очень веселый и захватывающий ход хэтчбэк. И я помню, как в третьем, четвертом, пятом годах и до эпохи 15-го автолюбители любили Mini. Это была крутейшая марка для автолюбителей. А еще их покупали пожилые дамочки, которым было нужно нечто миленькое. Это была идеальная комбинация, они продавали эти тачки молодым парням и пожилым дамочкам. Всем. А затем Mini столкнулись с проблемой, о которой я говорил пару минут назад, это ретро-марка, полностью основанная на ретро. Что вы будете делать дальше? Вы выпустили ретро-машину Mini Cooper, а что дальше? И Mini пытаются найти ответ на этот вопрос уже 10 лет, и у них было множество разных вариантов. Они пытались разделить производство на несколько направлений, сделав Mini Countryman, кроссовер Mini, потом сделав купе Mini с кепкой, одетой задом наперед, затем кабриолет, родстер. Они пытались сделать что-то новое, типа смотрите, мы не только мини, мы можем делать и другие мини. Некоторые из них были успешнее других, Countryman был относительно успешен, кабриолет неплох, но родстер и купе провалились. Пейсмен, двухдверный кроссовер провалился. Они старались расширить линейку Mini, затем он зашел нормально, такова была их цель. Но вот мы находимся в 24-м и машины Mini стали большими, в результате чего автолюбители их забросили. Раньше Mini были веселой захватывающей маркой для автолюбителей, а теперь они стали такими, типа, ага, эти тачки такие большие и дорогие для того, что из себя представляют. Они не особо востребованы и теперь их покупает не так много людей. Пожилые дамочки на них уже поездили, вероятно, они испытали проблемы с надежностью, автолюбители приключились на Golf R, Focus ST, на настоящий ход хэтчи. Больше они не были так сосредоточены на Mini и эта марка начала испытывать трудности и для меня очевидно, что они не знают, что делать дальше. Что дальше? Что еще можно сделать с Mini? Но они продолжают свои попытки, эта марка принадлежит BMW, у них много денег, они продолжают пытаться с этим разобраться, но неизвестно, как долго они будут продолжать пытаться сообразить, во что еще они могли бы превратить Mini. В общем, это были мои предположения насчет того, каким маркам скоро придет конец. Я не уверен но насчет других вполне уверен. И еще раз, я говорю именно о Северной Америке, я не думаю, что Альфа Ромео придет глобальный конец, у китайцев будут Бьюики, но мне кажется, что все эти марки не будут существовать на рынке Северной Америки. Как мне кажется, их смерть это лишь вопрос времени. Всем пока! Привил и озвучил Дима Экзосфера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Альфа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Альфа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова